Здравствуйте, друзья! Мы со Светланой пришли в гости и я просто через зеркало снимаю, потому что у нас не будет другого шанса сняться вместе. Ну, в том смысле, чтобы в кадре вместе быть, Света, что ты не понимаешь. Я еще не выпил, я только вот в эту дверь зашел, вот в эту и все. И вот мы со Светой снимаемся, потому что дальше мы наедимся что-нибудь и располнеем, а такими худенькими, как сейчас, мы уже сегодня не будем. Давай, Света, лучше отойди немножко в сторону. В зеркало мы были вместе, а по одному мы можем и так. Вот, друзья, Света, такая королева Шантеклера. Значит, скажи, Светочка, а вот при нашем, так сказать, нынешнем, давай в зеркало, чтобы я тоже был, при нашем нынешнем вот питании, как мы тут у них такая вкуснотища сейчас будет, они тут, я помню, в прошлый раз была селедка под шубой, друзья, которая это умереть и не встать. Устоять невозможно. Да нет, это просто невозможно. Ну вот, что, как вот мы питаемся, расскажи. Ну, послушай, какое отношение имеет эта селедка под шубой к тому, как мы питаемся? Сегодня, сегодня мы как питаемся? Сегодня мы идем в разгул. Разнос идем? В разгул. В разнос? В разгул. Так не говорят или не по-русски? Ну, значит, в разнос. Но, во всяком случае, мы потом… То есть, мы бесчинствуем? Мы бесчинствуем. Ну, опять… В меру. В меру. Юра Кукотский, я его сегодня спросил, у меня тренировка была, он мне говорит, я говорю, что будем есть вот сегодня, как правильно? Он говорит, правильно было начать за 2-3 дня до этого и белки кушать. И тогда бы ты потерял там, скажем, 3 кило, пришел бы сейчас, ел бы что хочешь, набрал бы 2 кило, а 1 кг бы еще сэкономил. Ну… А сейчас, говорит, раз уже ты так не поступал, то тогда просто ешь… Ну, надо сказать, что Миша последнюю всю неделю ел на 900 калорий, так что все в порядке. Да. Вот, друзья, вот так живешь и не знаешь. Вот ты и не знаешь, да. Но, что я хочу сказать, что… Он сказал, ешь мясо, ешь рыбу… А бутерброды с икрой как быть? А? Мясо, рыба, вот так, а там уже бутерброды стоят и ждут. Я так рассказывал, интересно, а ты взяла его бутербродом с икрой и все перебила. Да, да. Ну, друзья, мы, в общем, вступительную часть закончили, уже потихонечку гости собираются. Мы даже вчетвером, на самом деле, приехали на одной машине с Майей, с риэлтором и ее мужем. И вот мы, в общем, отправляемся туда к гостям. Вот они там… Так, сейчас только начинали. Да, еще даже не начиналось. Вот мы тут вот сейчас соберемся и вот тут будем… Ну, вы видите, друзья, елочку. Мы тут не первый раз уже, елочка. Прошлый репортаж, я помню, начинался вот с бутербродов с икрой. Да. Прошлый репортаж вот с этого начинался. Ну, тут еще мы стол не снимаем. Мы так просто показываем вам общую атмосферу. Вот так живут люди. Там спрашивали, чем занимается Боря. Спрашивают, что он делает. Мы его сейчас спросим. Друзья, вы видите замаринованных уток? Да. Уточки… Теперь уже нам не надо… Они, наверное, пойдут в духовку куда-то, да? Или что? А? Толик, как ты думаешь, их надо мыть в духовку? Они где же вместо этого вот… Они же тут спор идут. Они же сырые. Идет спор. Надо в духовку сразу или постепенно. А, перчиком… Перчиком… И солью немножко. И солью немножко. И солью немножко. И солью немножко. То есть это… Друзья, у нас консилиум. Так. Так. Да, сладкий. Соль, соль. Соль, соль. Ну, в духовке… Скажи именовой. Я буду… Не пальчик, если я буду сомневаться. Да. Да. Вы видите, какой легкий, друзья, английский язык. Я чувствую, консилиум завершился. Значит, что? Что будет происходить? Так. Вначале мы сейчас ее поставим в духовочку. Так. Она у нас поджарится. Образуется корочка. Так. А потом где-то минут за 15-20, может, 30 минут до окончания приготовления. Добавим яблок. Подожди, а поперчить, посолить? Поперчим, посолим. Когда? Сделаем сейчас. А, перед духовкой. А яблочки когда еще? А яблочки потом за полчаса до готовности. И внутрь? Нет. Внутрь не будем. Решили внутрь не положим. А что, только снаружи? Только снаружи положим. Яблоки с черносливом. Ооо. Друзья, ждем. Это мама и дочка, или муж и жена? Это муж, а это жена поменьше. Или наоборот. Поменьше, значит девочка. Или наоборот. Это мы так думаем. Она думает долго. Так, а что нельзя? Мы ее так чуть-чуть. Это одна будет утка, а другая селезень. Наверное. Горь, я вам научу. А, хорошо. Теперь с сольцой, друзья. Соль. Это соль? Нет. Это соль. Это соль. Это garlic powder. Ой-ой-ой, чесночный. Чесночный. Я делаю 380, чтобы корочка была. Судя, температура в Фаренгейте. 380? Сейчас. Так. Сразу надо, чтобы корочка обрадовалась. Чесночный. Слушай, он прямо как пудра. Да. Он и есть пудра. Garlic powder называется. Так, 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 так. Я люблю garlic powder. Пахнет хорошо, друзья. Пахнет неплохо. Чтобы перебить запах? Нет. Я тебе скажу, почему именно пудр. Потому что пудр в духовке не сгорит. А, точно. Good point. Я думаю, ты права, Света. А когда гранулы, они тогда немножко подгорают, да? Телевизор, друзья. Просто телевизор. Не то, чтобы там сама Алла Борисовна. Знаете, бывает так. Люди думают, пригласить здесь это. Деньги есть там. Чего не пригласить? Ну, нет, конечно. Это просто у ребят телевизор. Какие-то у него огурчики. Pickles. Pickles. Так, ну, смотрим. Очень хорошо. Давай, может быть, один я попробую. Да, да. Вынимаем ножичком. Ножичком. Я подержу камеру сам, я могу. Так, сейчас. Какой тебе расскажи? Любой. Вот любой. Какой смотрит. Какой водички. Какой смотрит на наших зрителей. Вот он. Друзья, я не имел в виду ничего такого есть, но поскольку я вас раздразнил, может быть. Расскажи, почем банка? Я вспомнил. Не за нам здесь. Самое главное с уксусом или без? С уксусом или без? Нет. А покажи ингредиенты. Друзья. Нет. Коротый огурчик, вы знаете, он не экстремальный, а вот такой, знаете, умеренный. А ну то, что надо. Я ищу. Сучарка. Секлана. Да, да, да. Изучают ингредиенты. Вот вы тоже можете посмотреть. Вот попробуй какую-то. Потащим сарбат. Да, я сарбат. И лишнее. А это... Света одобрил, да, Света? Тоже без уксуса. А? Светочка. Это с уксусом или без? Это с чуть-чуть с уксусом. Но они сладкие. Светочка, ты одобрил или нет огурцы? Ну ты не одел. Я знаю, Боря. Друзья, это самопальные огурцы. Вы сейчас пробовали. Нет, это не будем. Помидоры. Я имел в виду помидоры, да? А просто сказал огурцы. Да. Боря, когда ты в Минске жил, ты тоже такое делал? Да. А ведь там же не было... А крышки же там были дефицитные. Там же закручиваются все. Только закручиваются, они же были дефицитные. Ну так что? А если мама дома? Вы видите, вы видите. Если вы живете, друзья, день в Беларуси, как Борис. И у вас мама доктор. Друзья, воспользуйтесь. Воспользуйтесь. И научитесь делать. И вот вы сами доктор. Спасаете людей. Тоже могли бы. О, могли бы. Друзья, воспользуйтесь. Я не могу. Гарик, прораб. Ты чувствуешь себя как-то прорабская здесь у Бори? Как в музее чувствую? Да. А что ты какой-то розовый такой, прорабский? Розовый цвет. Поросенка. А что поросенок? Поросенки бывают розовые, черные, земляные, жареные. И бывают еще как поросенок. Правильно, это попозже. Ты привез что-то с собой из, как бы сказать, прораб-продакшена? Да, привез. Давай, что у тебя? Пойдемте, так, смотрим. Где? Где? Вот, видишь, прораб. Да, прораб вижу. А что там? Так, друзья, ну вот оно. Ну, просматривается бутылочка вот там. Я тебе верю. Да-да-да, вижу. Только что вчера повесили там зрители, сделали коллаж и включили там сюжет, как вы в бассейне сидите. Да-да-да, это бывает, но бывают разные тоже. Так. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитр DimaTorzok Продолжение следует...